Здравствуйте, дорогие зрители и слушатели. В эфире ВНОЙ КОРЧА МЕДИА и я, Владимир Чулыбаева. И по традиции мы вносим на обсуждение самые слободневные и актуальные темы дня. Сегодня с вашим гостем, журналистом-расследователем и основателем канала «Темиров Live» с Булотом Темировым мы поговорим на тему «Автантил Джурубеков СИЗО». Кто же следующий? Булот, здравствуйте, добро пожаловать на эфир. Спасибо, что уделили нам время. Здравствуйте, вам спасибо. Булот, вот 7 декабря столичной милицией был задержан активист «Автантил Джурубеков», который выступал против изменения флага Свердловским районным судом. Он заключен под стражу на два месяца. По версии следствия, он призывал к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам. Но всю информацию «Автантил Джурубеков» размещал на своей странице. И есть ли там призывы к массовым беспорядкам? И насколько обоснованы эти обвинения, которые предъявляют ему? Ну, это абсолютный бред, и всем понятно, что его вызывали на допрос по его публикации о митинге 9 декабря. И после этого его вызывали в ГКМБ, до этого его вызывали в РОВД Октябрьское. А после этого вот такое задержание, обыски и обвинения его в организации массовых беспорядков. Конечно, бред, никаких массовых беспорядков 9 декабря не произошло. Это был такой обычный мирный митинг, то же самое, как он провел, пытался провести автопробег в Пешкейке. Там тоже все было мирно, никакой речи об организации массовых беспорядков нет. И вся эта ситуация, все эти дела на автоделах Джороберкова, это, конечно, бред, полный абсурд. Я могу объяснить это лишь тем, что Министерство внутренних дел пытается выслужиться перед своими хозяевами. Как они говорят там в Министерстве, набрать очки, да, для того, чтобы получить очередную звездочку генеральскую или стать еще выше там, непонятно, да. Вот дома у активиста был проведен отпуск и изъята техника. Давайте сейчас посмотрим видео, которое распространило пресс-служба ГУВД, а потом продолжим обсуждение. 13 адаптер, 3 планшет, сұртқы малыматтарды сақты одесіктер. Жалпысынан шектеу тандық болған техникал қарачаттардың орта-чо басы, 3 миллион сомдын ашық суманы түзді. Ихча малыматқа лайық шектеу, ажи, көптігін техникал қарачаттарды Демиров Лаевчена, башқа чәт өлкуден қаржыланған блогелерінен біргелікте қолдынуп, қоңдың ойын терс жақа бұрмалу жена республикадағы қырталды тұрқсіздаш тұру мақсатында ойыш тұрған. Жоғырда айтылған фактлар бойынша, Тергеу қызматы тарауынан Қырғыз Республикасының қылмыш жеза кодексінің 278-ші беренесінің 3-ші бөлігін. Масалық башыламандықтар, бейліг өкілдердің мұйзамды ұталаптарына джигердің башы ебеуге жена, Масалық башыламандықтарға чақырықтар, ұшығы тетей жерандарға зомбулық көсі түйгі чақырықтарғалайық қылмыш іші қоз болып, Тергеу ұқчам ішчаралары жүргізілік жатат жена қошымша, анықталған ұқчам малыматтыр ұқықтық баабері үчін толық қандылы тешерілуді. Так, почему же Милинция выдвигает подобную версию? Ну, потому что им надо было слово «Темеров Лайф» добавить в какую-то, ну, в любую ситуацию, в пресс-релиз, потому что на протяжении последних двух недель происходят различные провокации со стороны МВД в отношении нашей команды, и это вот очередная попытка испугать, напугать или дискредитировать нашу команду, да, но это им не получилось и не удалось. Ну, на самом деле, это вот нельзя безразума рассматривать в цепочке, без цепочки событий, которые произошли. Две недели назад мы опубликовали расследование про Лана Ниазбекова, выпуск этого, во время подготовки и выпуск этого расследования пытались помешать, сотрудники МВД вовсю демонстративно снимали на камеру наших сотрудников, попрашивали соседей, тем самым они откровенно показывают, что мы за вами следим, если вы выпустите, будет вам плохо. Мы выпустили это расследование, после этого расследования к нам обратился потерпевший от Ланы Ниазбекова, который дал интервью, и мы показали это интервью. Хотя, до выпуска этого интервью, опять же, помнишь, тебя вызвали на допрос, и тебе сказали, что Махават Таджиепузе тоже вызвана на допрос, Махават Таджиепузе, директор нашей команды. И почему все это происходило? Причем на допрос тебя вызвали аккурат после того, как Махават выехала в Казахстан на конференцию. И, то есть, пока она находилась в Казахстане, они всячески пытались напугать, чтобы она убежала дальше, да, ну, по их непонятной логике, она должна была испугаться, уехать дальше, и все, этот мир в лайф развалился бы, да, по их непонятным соображениям. Да, и в пятницу они выпускают это видео, ну, то есть, пресс-релиз, причем поздно ночью, и очень многие вещи они ночью делали, в субботу, потому что, ну, когда они выпустили этот пресс-релиз, мы вторую часть интервью уже дали, да, на допрос они вызывали до первой части. Мы, несмотря на их запугивание и допросы, выпустили первую часть интервью Гаврилова. После вот такого присобачивания нас к делу Автонбила Джорубекова, они выпускают, мы выпустили вторую часть, потому что, ну, мы говорим им, что мы не боимся. И вот они продолжают намстить, сейчас огромное количество, но Маховат все равно вернулась, не убежала, вчера она прилетела в Кыргызстан, Мы уверены, что месяц со стороны Улана Ниазбекова будет, и она будет в виде уголовных дел, в виде вот таких вот видосиков, да, с именем Тимиров Лайф, да, уже блогер один там вовсю объединяет Тимиров Лайф. Вот, куча видео, и новые видео, и старые видео, которые были смонтированы еще тогда, когда были аресты против нас. Сейчас появляется даже в группах, которые администрируются правительством Крыговской Республики, появляется очерняющее видео с телефонными прослушками наших разговоров, с прослушкой нашего офиса, и так далее, и так далее, все то, что было там опубликовано еще тогда, да, и все это мы, и все это происходит вот на фоне выпуска расследования про Улана Ниазбекова. Вот ты упомянул насчет допроса Махабад, да, вот с его декабря на допрос вот была вызвана операционный менеджер проекта Файтай Десея Тимиров Лайф Махабад Аджбет Кызы, твоя супруга, и я поводом для вызова в Мирюте послужила письмо депутата Джуркеша, которое, кстати, я видела у следователя Надиры Норматовой на имя министра внутренних дел Улана Ниазбекова, где она просит принять меры в отношении меня и Махабад, и народная избранница просит защитить ее честь и достоинство. Хотя мы все понимаем, что это гражданское дело и должно рассматриваться в суде, но ФБД дает ход этому делу и почему-то в рамках доследственной проверки проводятся допросы. То есть ты подтверждаешь, что это делается, то есть здесь есть личная заинтересованность министра внутренних дел, да? Потому что заявление было 17 ноября, а вызывают на допрос нас 7 декабря, и получается, вот как ты рассказал, значит, они держали это, и это запугивание. Ну смотри, Гундуз, 17 ноября депутат Джулат Неша Надир Норматова подает заявление, да, вот прошу защитить мою честь и достоинство. Что должен был ответить министр внутренних дел? Он должен был ответить, извините, это не уголовное дело, это не рассматривается МВД, и обращайтесь с этим иском гражданский суд, с гражданским в суд, и там пусть суд уже примет меры, да, но они этого не делают, они открывают досудебное расследование. Значит, соответственно, ну прямая связь, что они нарушают закон и так далее, либо это просто повод для того, чтобы услышаться перед Норматовой, там перед депутатами, перед другими высшими чинами, и заодно убрать, скажем так, команду, которая делает расследование, которая раскрыла его особняки, раскрыла его нефтяной бизнес, его семьи, раскрыла его недвижимость на берегу Иссыкуля, гектар целый, и, ну, то есть, огромное количество нарушений с его стороны, непонятно откуда взявшиеся доходы, и то, что он занимался бизнесом, будучи сотрудником органов внутренних дел, это все было показано, причем это не он один в этом замешан, его покрывало и судебные органы, и прокуратура органы, органы ГКМБ и так далее. Вот, мы все это показали. Естественно, как появляется тут же заявление Надиры Нормата на имя министра внутренних дел, и они начинают досудебное расследование, да, и вызывают на допрос. Но пока они прямых обвинений против нас не выдвигали, да, то есть, и вызов на допрос, это вот такое, типа, ну, какие-то... Вы знаете, как бандиты действуют? Они никогда не говорят, напрямую не угрожают, да, они, бандиты, они намекают, да, подходят и говорят, вот, типа, вот, смотрите, мы есть, вы есть, что будем делать, да, вот в таком плане, да, и Министерство внутренних дел действует так же, как бандиты, да, они напрямую не угрожают, они не говорят, мы вам, на вас возбудим дело или там... Просто говорят, вот, допрос, пожалуйста, дальше додумывайте сами, что произойдет с вами, да, то есть, это такая бандитская риторика со стороны Министерства внутренних дел. Ну, давайте, дождемся прямых угроз, дождемся прямых их действий, да, бандитских, антизаконных, вот, против нас. Мы готовы к этому, мы будем это все освещать и показывать, и раскрывать сущность вот этого методики расправы над неугодными Министерством внутренних дел. Тем более, ты уже проходил это в январе 2022 году, и в своем заявлении, вот, озвучил весьма интересную версию, об этом ты говорил еще в январе 2022, давай сейчас посмотрим это видео, напомним просто зрителям и слушателям, а затем я задам вопрос. Субтитры делал DimaTorzok Вот, Болот, можешь пояснить подробнее, в связи с чем ты пришел к подобному выводу? Ну, изначально было непонятно, почему все, почему так происходит. То есть, люди, которые со нами следили, которые там шантажировали нашу сотрудницу, там, еще прослушивали нас, телефонные разговоры, прослушивали офис, как мы выяснили, потом они фейковые аккаунты сливали это все в сеть. Они знали прекрасно, что когда выйдет материал про комчавика Ташиева. То есть, они могли арест произвести намного ранее, то есть, до выхода материала про бизнес комчавика Ташиева. Но они дождались, пока выйдет это расследование, и спустя два дня появляется заявление на меня и на Болото Назарова по, типа, как это называется, соблазнению к употреблению наркотиками, там другая, по-моему, подвергка. Вот. И проводятся обыски, подглядываются наркотики, мы все это доказали, что все дело было сфальсифицированное. А через... Ну, и вообще, мы выявили связь вот в субботу, в пятницу вечером, в субботу вечером, ночью, ночами подавались жалобы на наши материалы, видео, и их удаляли из соцсетей. Но часть удалось сохранить, можете посмотреть на наших ютуб-каналах. В частности, интервью Гаврилова, там, по большей части, это документы. Все документально подтверждено, и он это показывает, рассказывает, и там многие пазлы после этого сходятся, да, что есть некая группировка, которая занимается... Которым, во-первых, Кемиров Лайф не выгоден, не угоден, во-вторых, Ташиев. И мы начали составлять хронологии, мы поняли, что все эти преследования Кемиров Лайф начались с моего разговора с одним из журналистов, который предлагал денежные вознаграждения за то, что мы не публикуем про Бакиеву, про Максиму Бакиеву никаких материалов. Да, и после этого со стороны Министерства внутренних дел и некоторых отделов ГКМБ началось преследование, да, в частности, многие, в моем деле, некоторые документы подписаны пятым управлением службы ГКМБ по городу Бишкек. Потом мы выясняем, что ГКМБ по городу Бишкек возглавляет Салмарвек Джумабек. Вайта выкульбала Страима Матраимова, сын Сабыра Джумабекова, вот. И, насколько я знаю, имею связи с Ниэл Бековым, да. То есть вот эта группировка Бакиев и все дискредитирующие видео распространяют сейчас именно бакиевские тролли, которые восхваляют Бакиева. И это нам показалось очень странно, да. И вот эта связка Бакиев, Ниазбеков, Матраимов, Гульбаев, да, вот эта связка почему-то не взлюбила Ташиева. И вот это вот прошлогоднее январьское событие с арестами, это, ну, для нас, мы еще тогда понимали, что это какая-то подстава именно Ташиева, да, вот. Им самое главное надо было показать, во-первых, чтобы Бакиев не причастен, что Матраимов, чтобы мы не делали расследование дальше, вот. И сейчас, и мы, кстати, в том году очень много делали расследование именно по Улану Ниазбеков, да. Мы доказали тогда, что Улан Ниазбеков выводит сотрудников гражданского на антимитинги, которые проходили у Министерства внутренних дел, да, против Улана Ниазбекова, да. То есть мы это доказали, с их стороны начались провокации, вот. И спустя там полгода-год это нас уже арестовывают, подбрасывают наркотики, в этом участвуют СБНОН, ГУД города Бишкек, спецназ, и пятый отдел, пятый отдел города Бишкек, ГКМБ, да. Вот, поэтому для нас пазл уже сложился, а на тот момент, когда я давал интервью, были подозрения и рассматривалось как одна из гипотез. То есть одна первая гипотеза, что это Ташиев, вторая, что его подставляют было у нас. И когда у нас появились документы, и вот это вот мы, когда засняли у офиса, с кем разговаривает человек, который руководил этой операцией по подкидыванию наркотиков, мы расшифровали, было Батыр с пятой службы ФНБ, ну, ГКМБ. И мы уже начали склоняться ко второй версии, что это Ташиев, но вот это вот то, что все нити ведут не к самому главному управлению ГКМБ, а к городскому ГКМБ. И даже после того, после решения суда о депортации, меня везли, как они сказали, в контору начальник. Меня везли в контору, но по маршруту их передвижения я понял, что не в центральный офис ГКМБ. Они везли на Киевскую, на Киевскую Советскую, это вот как раз городское управление ГКМБ. И когда они не обнаружили, они, кстати, незаконно обыскали меня, и не обнаружили у меня телефона, созвонились, переписались и развернулись, не доехав до Бишкекского управления, поехали в аэропорт. Вот. Ну, то есть, все пазлы сходятся. На том, что Ниазбеков, вовсю-то, используя свой опыт слежки, там, прослушек и всяких грязных других дел, подставляет Ташиева на тот момент. И сегодня тоже, возможно, будут, возможно, нынешние дела против нас были бы организованы так же, как подстава под Ташиева, да, но я не знаю. Но так как мы об этом уже заявляем, то, скорее всего, они сейчас пересматривают свою тактику, методику, если у них ума хватит, то будут, то это, ну, я не знаю, что будет происходить, но мы увидим все прекрасно, да, то есть... В центральном аппарате сам председатель ГКНД Канчевик Ташиев догадывается об этом? То есть о том, что вот, да, Министерство внутренних дел работает, как бы, против... Я думаю, что он догадывается, потому что, когда мы заявили о второй версии тогда, и когда, ну, мы начали доказывать своими расследованиями, что нас подставили, да, и вот в этом году, во-первых, поймали, ГКНД поймало, ну, оперативников СБНО, ГУВД города Пишки, да, провели операцию, правда, насколько я понял, не тех, которые к нам заходили, может быть, и тех, но я не стал выяснять, вот, был уволен вот как раз руководитель операции, который подкидывал нам наркотики, кто был в Мухтар, да, начальник СБНО, ГУВД города, был уволен начальник ГУВД города Пишки, ГУВД города Пишки, то есть происходили события, которые именно со стороны ГКНД, они... Обнадеживающие, что... Да, обнадеживающие, что они борются с этой системой подстав ГКНД, ой, в МВД, вот, насколько я знаю, Батыр с пятой службы, ГКНД, тот же был уволен, или что-то в этом роде произошло, по моим сведениям, вот, то есть, хотя это неправильно, да, Ташиев тоже, я бы сказал, вот это вот, использование служебное положение ради мести, тех, которые его подставляли, это тоже, я считаю, неправильным, да, и... Но эти события происходили, последние месяцы, полгода, там, год. Последние месяцы, как раз, Ташиев заявляет о беспощадной борьбе с УПГ, там, с мафией, да, Кульбаевым, Атроимова в госструктурах, и по сообщению ГКНД, разоблачены более 200 сотрудников, то есть госслужащих, имеющих связь именно с Кульбаевым и Атроимовым, в МВД выявлены 26 сотрудников, 14 из них уволены, и одного отстранения достаточно, или они должны понести наказание, то есть, они же не просто были связаны, значит, они какие-то схемы проворачивали, значит, незаконные дела проворачивали, должно же было произойти расследование, и потом, может быть, наказание последовать должно, а не просто отстранены от должности. Ну да, во-первых, они должны понести ответственность, во-вторых, не только сотрудники, исполнители, да, должны понести ответственность, должны понести на ответственность, кто им давал приказы, это самое главное зло в Кыргызстане, те люди, которые дают эти приказы, те люди, которые назначают их на эти должности, те люди, которые преследуют, уничтожают вообще людей, неугодных им, да, и, пожалуйста, мы показали, что связи Улана Ниазбекова с тем же Матраимовым, с тем же Кольбаевым, да, пожалуйста, вот, злоупотребление должностным полномочиям, да, нарушение кучи законов, да, уголовных, уголовного кодекса со стороны Улана Ниазбекова, хотя бы взять даже конфликт интересов, хотя бы взять даже занятие бизнесом, будучи сотрудником органов внутренних дел, по сроку давности, как выясняется, закрытое дело, закрытое дело по фальшивому военному билету, по которому он поступил в органы внутренних дел, да, то есть куча-куча всего, пожалуйста, вот, разбирайтесь, но я не знаю, Ташиев такой же, как как сказать, меркантильный человек, который думает только о себе, если ему это выгодно, он это сделает, если ему это не выгодно, он это не будет делать, то есть... А может, он говорит о том, что не Азбеков под защитой, под защитой... Нет, это говорит о том, хватит ли у него мужества, будет ли он действовать по закону, либо он пойдет договариваться с ним, да, либо они между собой договорятся по-дружески, и как вы сказали, уволят или же оставят его на посту, да, то есть вот это вот увольнение без привлечения к ответственности, это говорит о том, что с ними договаривались, да, а это, ну, это несправедливо, это так не должно быть, а тогда зачем нам законы, давайте запишем один закон, где так и пропишем, в Кыргызской республике законом будет являться договоренность с Садыром Джапаровым и Хамчареком Ташиевым, все, то есть так и пропишем, одной статьей будет, все законы в одну статью можно уложить тогда, как решит Садыр Джапаров, как решит Хамчарек Ташиев, так и будет, вот, а зачем тогда нам законы, а зачем мы все это придумали, зачем 5 миллионов, 7 миллионов мы, граждане Кыргызстана, зачем мы вообще живем, если не по закону, ты заявила, что за членами вашей команды ведется слежка, и вот, по твоему мнению, это вот сотрудники органов внутренних дел, ОВД, и какую цель они преследуют, то есть вопрос, то следующий, открыт, то есть они готовят сейчас уголовные дела на членов вашей команды, да, абсолютно верно, то есть это будет, это будет, сейчас идет слежка, сейчас видно, что они активизировались, это будет, и скорее всего, у них, они уже фальсифицируют эти уголовные дела, собирают, ночами не спят, вот, поэтому можно это ожидать в ближайшее время, что наших сотрудников возбудут уголовные дела, но мы тоже не будем сидеть, сложа руки, мы будем бороться, для них мы, конечно, букашки, назойливые, с которыми можно вот так раздавить, используя свои властные полномочия, но это не так, мы будем продолжать призывать действовать по закону, чтобы законность в стране работала, на деле, а не на словах, да. А Махаббат сейчас в безопасности? Ты сказал, она вернулась в страну, ее больше на допрос не вызывали, она безопасна, сейчас все с ней хорошо. Но и тогда, по сути, не вызывали, как я уже говорил, это было элементом запугивания, для того, чтобы не вышло интервью. После этого был вот этот вот пресс-релиз с намеком, что мы вас присобачим к делу Автандила, если вы выпустите, будете продолжать в таком же духе, мы выпустили, несмотря на это, второе интервью. Вот. Махаббат в стране, в стране, в Кыргызстане, да, сейчас она не в тюрьме, не в СИЗО, не на запросе. Вот. Я думаю, мы ждем их шагов, какие шаги министр подпринят на этой неделе. и вот пусть это будет... Да, мы, кстати, уже видим, помимо этого, что у них еще есть вторая методика под фальсификацией уголовных дел, это, допустим, подкидывать в компьютеры, в оборудование, различного рода улики, якобы доказательства. Я помню, мы с Мерланом Ураимовым, когда общались, он рассказывал и показывал, я в этом удостоверился, и у него железная доказательство того, что не он заходил на свой аккаунт, и не он писал эти посты, за которые его привлекли по уголовному делу. Да, осудили. Мы заметили, что дома у нашего сотрудника подозрительная активность была, были загрузки и выгрузки в интернет, его не было дома, он пришел домой, он был в отъезде, и когда он пришел, он увидел, что была большая активность с его роутера, с его интернетера, и мы подозреваем, что это неспроста, что идет очередное формирование фальсификации уголовных дел против наших сотрудников, и это посмотрим. И мой последний вопрос, все-таки давай вернемся к Джору Беку, к его деву, тут состава преступления нет, мы все понимаем. Как теперь дальше должен пройти процесс, если по закону? сотрудники МВД должны выйти и извиниться и сказать, извините, у нас у страха глаза великые, мы перестарались, возбудили дело, если бы там 9 декабря произошли массовые беспорядки, автодил бы, сидел бы, и наша версия гипотеза была бы доказана. А так как никаких массовых беспорядков вообще речи не идет, мы не нашли никаких доказательств, извините, мы отпускаем автодила Джорубекова, до свидания. Вот так должны признавать свои ошибки люди, которые защищают наши права и беспокоятся за нашу безопасность. Но такого не произойдет. это может быть в другой какой-то стране, где работают законы. Но такого сейчас не произойдет, они будут до упора фальсифицировать на все уголовные дела, до упора доведут это дело до суда. А что значит доведут до суда? Да, что значит доведут до суда? Это значит, что они будут держать его в тюрьме. А это высшая мера пытки абсолютно невиновного человека содержать в тюрьме, унижать его вот такими пакостными пресс-релизами. Кстати, пресс-службе МВД огромный привет. Они за все ответят, когда придет время. И сотрудники пресс-службы МВД тоже ответят за участие в этих провокациях. Да. Блот, спасибо большое. Наше время подходит к танцу. Зрителям и слушателям напомним о том, что мы сегодня с журналистом-расследователем, основателем канала Темира Пайф поговорили на тему Афтандилу Джурабеков СИЗО тоже следующий. Блот, успехов вам, ждем новых расследований, чтобы не было уголовных преследований, чтобы у нас пресса независимая могла свободно освещать все злободневные темы. Зрителям и слушателям напомню о том, что Арча Медиа будет выходить в эфир с актуальными темами. Блот, спасибо, до свидания, до новых встреч. До новых встреч.